всем привет дорогие друзья вы по-прежнему на канале мы в испании истамус и испания сегодня мы находимся в городе который находится провинции аликанте за моей спиной город санта пола мы с вами уже гуляли здесь несколько раз сегодня предлагаю тоже прогуляться сейчас нас январь месяц соответственно 14 градусов с плюсом у нас на улице солнышко светит в таком легком дымке вот там вот где-то там вдали алексей говорит есть маяк который называется фаро местечко приказ с прекрасной смотровой площадкой там тоже мы уже бывали так что ставьте отметочки на карте и пойдемте погуляем по городу санта пола начинаем мы свою прогулку вот здесь я не за порт яхт-клуб наверное здесь морской такой город это опять-таки все города которые находятся на побережье средиземного моря нашей юго-восточной части испании в провинции аликанте и вот и здесь именно хорошо наверно зимовать очень многим потому что тепло действительно и много таких прогулочных судов сейчас не так много туристов мы с вами посмотрим свободные кафешки можно даже выпить чашку кофе будет достаточно приятненько сейчас мы смотрите какая зелень красивая даже что-то цветет ну и соответственно морские города они темы хороши не только на юге но и на севере что вы можете всегда научиться яхт вождению ли как-то навигации брать в аренду яхты или покупать свои алексей почему ни одна яхта не используют еще солнечные панели почему многие очень используют да я еще хочу добавить что здесь очень много корабликов и вот прямо побережье если когда вы выйдешь и гуляешь очень много стоит вот этих киосков продают билеты на табарку потому что табарка очень рядом на очень близко находится от города санта пола и мы вот сколько раз мы ездили на табарку ходили скажем так на катамаране вот на разных различных судах здесь есть и скоростные катера и самое удобное место это вот уходить отсюда из санта полы потому что короткий переход если большие волны и штормы и для тех кто боится укачивания это все происходит очень быстро и стоит я уже не помню там от 10 до 15 евро по моему билет на то чтобы сплавать туда-обратно а вот ты сказал что у яхты используют уже солнечные панели я помню что мы в питере даже продавали их сменом портативную систему и они очень даже были довольны а здесь какие используют стационарные портативные не здесь тоже используют портативные и используют в основном гибкие модели солнечной панели но и единственное что у них кпд очень низкий поэтому там ну в районе там 300 500 ватт ставят на катер чтобы ну вели там яхту чтобы просто течение дня яхта заряжала заряжает свои аккумуляторы заряжает там дополнительные power банки такие но есть огромные специально промышленные и сейчас вот пошла тенденция очень многие устанавливают помимо солнечных панелей ставят инвертор себе ставят литиевые батареи что это уже совершенно совершенно другой уровень но здесь тоже есть очень некоторые тонкости потому что на яхты на яхте когда устанавливается оборудование связанные с инверторами и с батареями так как яхта не имеет заземления тут есть очень тонкости ну профессионалы знают и понимают что имею ввиду а кстати если ты помнишь от конюхова экспедиция конюхова она тоже использовала на своей лодке вы или как там да да в южный как южный океан или где это да он шел вокруг антарктиды ну конечно да это было просто не забываем мы отслеживали да я и был сайт и я имею ввиду что там у него тоже использовали солнечные панели который смыла огромной волной такой факт кстати друзья ну верни вернемся в санта полу помимо того что когда проживаешь здесь или кто приезжает сюда но я знаю что здесь очень много наши говорящих проживает именно в санта поле очень многие любят здесь естественно когда ты живешь рядом с морем у тебя такой порт под боком я имею ввиду такие города и аликанте и валенсия и картахена соответственно хочется получить права на яхту брать в аренду кто-то может захочет купить я вентилировал эту тему и у нас плане стоит получить удостоверение этого яхтсмена и хочу рассказать что до 6 метров стоит это порядка 150 евро если вы хотите получить кататься просто на каком-нибудь там гидроцикле на маленькой лодке и катере это все делается в течение одного дня вы прослушиваете курс и получаете документ следующее идет по моему не помню точно 350 евро это по моему до 12 метров и свыше 12 метров стоит 550 евро в этого в этот курс уже входит радиообмен ну желательно знать естественно испанский язык но станислав тоже заинтересовался и яхтингом и он хочет пойти именно как раз таки на длинную яхту так что я буду кататься на гидроцикле ходить не кататься на гидроцикле остались станислав будет ходить на большой яхте для этого же не обязательно покупать свою яхту можно брать в аренду здесь очень интересные предложения если вот очень много я стоит пожалуйста сам педры есть у нас там тоже первоначально когда мы сюда переехали я тоже вентилировал место место здесь стоит две с половиной тысячи евро в этом порту не знаю мы смотрели в нашем районе в наших портах у нас стоило две с половиной тысячи евро в год это для маленькой яхты доступная цена так что вы дорогие друзья имейте ввиду кто хочет кому это интересно все возможности в испании для этого существует как на юге так и на севере а мы идем дальше да пойдем маленькие прогулки вот они как раз подходят да мы вот сейчас гуляем вот 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 она есть это что до шести метров вот эти а есть еще маленькие такие яхточки к на которые вообще лицензия не нужно да на управление да это до шести метров совсем маленькие кораблики у нас они кстати стоят в кобороге большом количестве вот а впереди у нас множество кафешек вот здесь на набережной ну и соответственно летом здесь аншлаг очень очень много народу но сейчас уже январь еще раз я вам расскажу и там конечно же мест свободных полно но сейчас вот уже как-то по уплотнились дайте аренда пожалуйста да кстати вот можно взять в аренду и достаточно хорошие солнечный январский денек 2024 года и в общем-то народу поменьше но люди тоже есть и местные есть и отдыхающие есть есть любители более прохладной погоды можно рассказать здесь а вот я как раз включил камеру дизель здесь 155 но это в марине марине здесь же тоже шагаются и катера 164 95 дизель плюс 17 и 98 17 зимой классно кататься на велосипеде до зиму очень классно кататься здесь вообще можно круглый год а вот тут как раз места остановки вот этих судов которые отвезут вас на замечательный остров табарка летом там ну практически делать нечего на этом острове жарко будет страшно а вот сейчас самое временное на и море спокойно и погода такая нормальная и сесть вот так с ветерком пригласил особо не сгоришь не укачает не там не проплюешься очень сейчас самое время зимой вот ходить на такие острова хорошую погоду когда нет качки вот какой красивый расписанный всякий а здесь для детей очень привлекательный наверно до моржики как с окошком под водой ну кстати пожалуйста и слотобарка . комп можно выйти заранее привести друзья интересует пожалуйста смотрите наш полезный канал как обычно показывает вам все самое нужное самое интересное даже вот в оранжевом до киоске 10 евро и до его это это туда и обратно и до его это да это туда и обратно запоминаем и вот на такой субмарине можно будет сегодня наверное не работают еще пока да может быть что-то нет пока время у них перерыв они сутра 14 часов съеста и вечером наверно снова кстати хотел сказать что на острове табарка живут некоторые люди постоянно местные жители занимаются там бизнесом бизнес это как правило либо кафешки либо магазинчики сувенирные есть еще сдают недвижимость я знаю что многие приходят туда и ночуют ну чтобы почувствовать себя равензоном круза а есть вот такие вот скоростные такси расписанию даже даже есть время когда они отходят сейчас зима и очень зарезервировать можно на сайте или по телефонам вот пожалуйста место себе в такси а вот она как раз такси желтенькая лучше такси ну здесь надо быть таким немножко как и дверь сейчас расскажу это мне напоминает кстати говоря тот водный бот который нас вез на мальдивах когда мы прилетели на мали столицу мальдив да и ехали на свой остров бандус мы не летели на самолете мы заранее себе купили такое место чтобы было рядом недалеко и мы отправлять ну поменьше немножко был вот такой где нас сидел только наша семья и еще одна семья и 5 или 6 сопровождающих мальдивцев в жилетах мы все были были было очень страшно скоростно я представляла глубину от этого индийского океана теплого и прекрасного акул огромных скатов захватывающие такое приключение на мальдивах обязательно путешествуйте туда если будет у вас возможность моральное материальное и так далее ну что дорогие друзья насколько мы знаем вообще здесь много городов которые были раньше рыбацкими деревнями и здесь конечно рыболовство развито и в санта поло в том числе и в таревьехе и везде рыбаки на своих судах отправляются иногда до моря вылавливают улов и сдают его как короче говоря который идет дальнейшем магазины и рестораны и так далее на рынке вот а здесь а сейчас вы здесь видите сейчас уже 4 14 часов давно уже все вернулись но они все уже сушат свои снасти вот поэтому собственно говоря это еще раз вам доказывает что здесь когда-то наверное были рыбацкие деревни в том числе но она принципе осталось только природа в город а кстати с той стороны находится как раз биржа то есть вот эти рыбаки они привозят свою рыбу и отвозят вот в те помещения где уже происходит бойкая торговая здесь мы можем посмотреть собственно говоря те самые сети которые ловят рыбу нам в том числе да то есть они вот совершенно разного переплетения наверно рыбакам тоже было бы интересно здесь такие здесь вот для другого вида мел мелкой рыбы наверное креветок да она более меленькая такая видите то есть такая плотная узлы такие морские уже сухая сеть ну в общем интересно помогут уже туда да да там уже такие другие сети вот тут смотрите какие-то мелкие ну забавно забавно потому что вот вот так вот происходит здесь собственно говоря веками все было принято то есть лодка или корабль пришел снасти выгрузил и все сушится да вот такие поплавки понедельник снова загрузят на катера на кораблики и поплывут смотри какая даже напоминает чем-то да какие-то виды одежды иногда вот такой какие-то разные пары его делают узлы вязаных таких как ниточек очень интересно там у нас идут кафешки череда различных кафешек где уже немножечко сидят люди мы потом выпьем кофе скажем вам стоимость чашки кофе на сегодняшний день двадцать четвертого года в принципе гуляют люди наверное сейчас пройдем может быть немножко по покажем пляж старинные места мы здесь уже смотрели показывали вам крепость давно наверно туда не пойдем сегодня лодки виду что такие они с историей все да да и вот сетка тоже лететь да ну теперь давайте пойдем посмотрим здесь пляж есть наверное прекрасный вот он впереди ну еще раз покажу вот биржа где продается рыба для ресторанов вот там но за этим зданием еще есть рынок именно для физических лиц то есть каждый гражданин санта поло определенное время может прийти куда нам писали даже время женщины который живет санта поло наша подписчица или зрительница писала нам время когда работает рынок в какое время и в какой день так что дорогие друзья пишите кто живет в городе санта поло будет приятно с вами познакомиться здесь принципе когда мы идем мы слышим русскоговорящую речь нас никто не узнает мы тоже наверно это люди приехали недавно ну ладно вот ну смотри даже можно это пройтись здесь дорогие друзья очень хороший пляж на кстати кто приехал недавно обязательно научитесь сортировать мусор по различным бачкам они различаются куда какой мусор по цвету бачков еще эта бумага до обращайте внимание желтые стекло зеленые это что на зеленый пищевые продукты все что биоразлагаемые да в общем обращайте внимание на маркировку мусорных баков об этом у нас тоже будет мусорная тема тоже очень мусорные ящики это для дорогие друзья мусорная тема тоже очень интересно не мусорная сама есть момент очень интересные и очень нужны и полезны и об этом тоже мы снимаем ролик он у нас выйдет напомним тем кому не кто не знает в этом ролике как сортировать мусор ну и соответственно вообще что здесь и как устроено с этим делом вот мы вышли на пляж города санта пола тот кто живет санта пола наверно загорают отдыхают на этом пляже мы не плавали здесь ни разу честно говоря но видим что пологий вход удобный чистый песок детская площадка есть место где помыть соответственно ноги большие души в душ и здесь я не вижу переодевалок тоже туалеты наверно работают при кафе и при ресторанах поэтому думаю с этим проблем нет люди с ограниченными возможностями также могут наверно здесь вот проехать ну тут народ выселают еще я думаю что летом здесь все вы работаете по-другому вот пойдемте еще погуляем по городу санта пола сегодня прекрасно друзья мы с татьяной регулярно гуляем по городу санта пола нам очень нравится мы здесь периодически посещаем очень интересный аквариум встречались здесь нашими знакомыми у нас это тоже знакомство с регулярно даже ездили с нашими друзьями на обеды помнишь да да очень нравилось помню помню здесь вкусно и мы останавливались мы даже ездили когда на водопады да мы сюда заезжали санта пола на обратном пути за и обедали именно здесь до обедали именно здесь но здесь бывало что нужно именно попасть часы обеда потому что они в отличие от нашего нашей ореола коста здесь помог 45 уже все закрывали отказывались кормить когда мы столько много напитки пить какие-то напитки вот поэтому с этим тоже нужно очень быть внимательным обед час в два не про дорогие друзья ну вот видите вот эта площадь и чуть левее вход в аквариум муниципальный городской аквариум где можно посетить я не знаю посмотреть рыбок за определенную цену входную плату мы там бывали я не за открытого сегодня или нет наверно выходной но тем не менее вот пожалуйста вам еще санта пола прекрасное место кстати отель вот какой-то рядышком наверно сейчас уже заработал я помню что мы гуляли в пандемийное время он не работал ну вот места которые стоит может быть посетить если вы будете в этом городе целом городок чистенький уютный догур чистый санта пола вот на данный момент из чистых городов я могу отметить еще город гвардамар дельсигура он тоже очень чистый он такой аутентичный испанский там проживают много местных жителей поэтому они берегут свои города конечно север производит впечатление наичистейшего вот но и на юге есть тоже очень много чистых городов севия мне понравился город хотя в севии очень много курят на севере такой тенденции нет меньше курят вообще меньше курят далеко отходить не было кстати да пожалуйста органика работает это так пластик нажимаете для тех кто не знаю выкидываете соответственно мусор придерживайте не ломайте крышки и папере картон папере картон это бумагой картон синего цвета все очень просто дорогие друзья идем костей форталес у нас будет прямо по курсу это старинный укрепленный замок 1558 года мне пришлось посмотреть немножко подсказочку там видимо украшение еще с нового года остались с рождества ведь еще не сняли я думал какие-то мероприятия лишь дорогу перед может быть да давай еще вот недвижимость я покажу мало ли кому интересно видите нормально 124 125 до 76 вот например три спальни 176 конечно надо 105 кстати квадратных метров вот ну надо читать паркинг здесь террасы 100 до доступная цена смотря какая локация конечно без лифта смотря где это все находится но такие вот цены если кому интересно что друзья мы подошли к этой крепости и кстати здесь огромная площадь санта холла и под этой площадью огромная огромная парковка очень удобно заезжать парковаться да он не бегать не искать место да кстати есть лифт лестница вот замечательный городок который стоит на побережье и из интересных фактов в свое время в 1500 или там вот каком-то году эта крепость находилась она хоть находилась на линии моря и представляете как море отступила что сейчас где-то метров восемьсот наверно разделяет береговую линию от начала вот где крепость она находилась на берегу моря мы насколько мы вычитали и показывали вам просто раз когда здесь бывали уже сейчас у нас 14 20 17 половиной градусов нам градусник показывает представляете вот такая у нас зима крепость отреставрирована до 10 музей видно что сделано отверстие что центра культуры кости и форт-алиеса вот 16 века 16 век монумент понятно славится всеми такими интересными посмотрите смотрите друзья какие двери можно вот так постучать в крепость а вот вот отсюда да можно посмотреть смотрели наверно где-то вот два кошечка должно быть где смотрели а это по моему от часов мая ну как бы противовес эти до грузики вот очень интересно и что мне нравится в испании всегда есть вот такие как сказать информационные щиты таблички можно прочитать перевести если вы не знаете установите google переводчик себе на разные языки вот и читайте на английском на испанском здесь может быть валентианский язык ну и посмотреть что это такое но чтобы здание не разрушалась тут видно что все сделано из камешков такая прототип современной брусчатки и здание чтобы не разрушалась просверленные отверстия установлены такие вот вентиляционные решетки по всему периметру здания но построены между 1554 и 1557 годом как я и сказала но google maps указан 1558 год вот ну так что красиво интересно старина все рядом можно сказать сегодня ничего не закрыто можно любой житель может зайти мусе удают для ламар вот здесь есть сегодня он закрыт наверно детишки играют футбол да закрыт мой толку нет не работает музей тоже музей тоже не работает он работает он доминга работает у нас он закрыт а потом 6 до 9 он откроется вот удивительно завтра воскресенье он закрыт в понедельник закрыт господи что я говорю да что дорогие друзья по нашей традиции которые у нас есть кто знает наш канал мы сели в кафешечку попить кофе с молоком кафе кон лечи здесь в принципе на набережные везде вот в испании и в том числе санта поло можно любую кафешку зайти получить удовольствие даже если некоторые кафе как valor сейчас закрыты души до 6 часов вечера на сиесту но можно рядышком где-то пристроиться вот в таком lounge кафешке и попить просто какие-то напитки в том числе кофе с молоком или что-то коктейль прохладительное что-то вот вот так дорогие друзья по ценам на кофе я вам скажу чуть позже ну что очень хорошую фразу мы прочитали на упаковочке с сахаром говори все что хочешь но не отрицай что я очень милая ну или милый зависимости от того кто читает ну что дорогие друзья кофе на удивление очень приятно стоил у нас евро 30 за чашечку кофе с сахарком с печенькой с молоком достаточно вкусный вот это вот замечательное место астека вот вот так вот дорогие друзья но это тоже как показатель немножечко ценообразование в испании в различных городах и регионах евро 30 достаточно демократичная цена ну что еще хочется сказать об этом городе поскольку мы идем и видим что вот здесь набережная она тоже перестраивается видимо плитку меняют огорожено все последние годы вот года два наверно мы видим что перестроилась прекрасно набережной в городе картахена великанта тоже открыли недавно набережную такая красивая прогулочная теперь зона но удобная во всяком случае зона и вот здесь видимо тоже будет что-то очень даже милая красивая с хорошей плиткой в общем городами занимаются деньги наверно которые выделяются на развитие городов они идут на развитие действительно городов я уже не знаю там подводную какую-то кухню и так далее что там еще может быть есть какие-то конечно местные жители не может быть недовольные чем-то не в полной мере что-то там развивается но всяком случае видно что действительно вот города они улучшаются в тех местах которые мы посещаем во всяком случае видны какие-то изменения и строительство активное идет и какие-то изменения на уровне городских таких зон устройствиями я веду строительство я имею ввиду жилое строительство то есть различные урбанизации так далее осваиваются какие-то новые территории которые были закрыты видно было что за консервировано эта территория опять-таки алексей мне подсказывает всякие заправки для электромобилей тоже я не скажу что все массово пересели здесь на электромобиле мы думали что будем прямо произойдет как норвегии да но этого не случилось видимо из-за повышенной все-таки цены на транспорт на автомобили многие испанцы местные нам говорили что им просто недоступна не ипотека но опять-таки про ипотеку уже говорила что снизилась за год ипотечные операции по ипотеке да и многим это недоступно просто поэтому наверное нет такого бума но инфраструктура для электромобилей все-таки она развивается и это заметно и поскольку дорогие друзья я заговорил немножко об инфраструктуре и каких-то изменениях а мы недавно были на севере и мы проезжали регионы разные и мадрид то есть центральную часть и регион который за это ла-манчо все наверно знают это из дон кихота дадут кихот ла-манческий вот и мы обратили внимание что в регионе ла-манчо очень много солнечных плантаций солнечных полей то есть новое строительство уже сданные такие плантации это тоже говорит о каком-то определенном развитии до стране и в общем то в определенной сфере вот этой зеленой энергетики есть определенные какие-то подвижки ну во всяком случае вот это то что бросилось нам в глаза а мы осторожно алексей едет велик вот ну вот да люди спортом занимаются вот ну а мы там проезжали в принципе полгода назад такого вот бума не видели и вот за какой-то наверно полгода прямо увеличилось количество таких солнечных плантаций а в коммунидаде ла-манчо это из-за наблюдений ну что три часа у нас четвертый час народ собрался как раз обед время обеда сейчас очень много местных ходит по кафешкам наверно опять таки я скажу что в испании такая традиция суббота воскресенье они дома не сидят они стараются дома не готовить ну из того что мы опять я не эксперт сильный да но из того что мы уже за шесть лет может сказать даже за 15 лет узнали и еще и путешествую по испании они стараются выходить все выходные проводить все-таки в общественных местах в кафешках в ресторанчиках встречаться с кем-то вот они не готовить дома особо наверно такая приятная особенность до испанской жизни тоже в общем-то тоже знаешь что выходной день ты пойдешь в кафешку встречи с друзьями порелаксируешь и позагораешь да ну что ж дорогие друзья это была прогулка по городу санта пола который находится у нас здесь на юго-востоке на юго-восточном побережье испании провинции аликанте надеюсь что прогулка вам понравилось обязательно поддержите лайками комментариями своими ну и подпишитесь на канал если вы еще не подписаны вы узнаете много интересного о жизни в испании и не только в испании чем мы занимаемся мы вам расскажем о своей работе об учебе изучение языка многие интересные моменты увидимся вновь в наших роликах прямых эфирах всем удачи добра хорошим настроения пока пока